Анна Решетайц встречает это утро вместе с нами. Анна, доброе утро! Доброе утро! Ну, конечно же, поздравляем с победой! Вы довольны результатом? Ну, думаю, да, да, довольна. Ага. Ну, пение... А пение, пение, это ваш основной вид деятельности? Вы еще чем-то помимо этого занимаетесь, работаете, учитесь? Да, я учусь на третьем курсе факультета журналистики, направления журналистики. А, на школе! О, на школе играть! Давайте посмотрим, что у нас. То есть вы учитесь и в свободное время вы поете? Да. Поете вы преимущественно свои песни? Да, стараюсь. Вы выступали с песней «Пойдем». Про что она? Она про человека, который вернулся после долгих скитаний домой, так скажем. Ну, то есть это был патриотический конкурс, поэтому это было больше в такую стезю направлено. Поэтому песня про то, как человек долго скитался, вернулся домой, и как ему дорогу сердцу все эти виды, которые он видит. А вы часто сочиняете песни? Вообще сколько песен неинтересно писали? Ну, очень много. Они в некотором незаконченном варианте есть, но около 50, я думаю, наберется. Ничего себе. Мы знаем, что огромное количество же есть у нас суперзвезд и супермероприятий. Поэтому, знаете, чтобы вас лучше понять, мы придумали такую игру. И у нас есть три варианта ответа. Мы хотим понять, куда мы будем двигаться с вами. Итак, что бы вы хотели? Спеть с Джиллой Шакирой, выиграть Евровидение или записать саундтрек к фильму, который получит Оскар? Однозначно третий вариант, потому что я планирую как раз в этом направлении развиваться, писать музыку для фильмов и для других исполнителей, самое главное. Вы, насколько мы знаем, насколько мы уже всем рассказали нашим телезрителям, вы победили специальную номинацию от ТикТок. И мы напомним нашим телезрителям, что ТикТок – это популярное приложение, социальная сеть, в котором можно создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры, обмениваться сообщениями. И, как правило, пользователи просто дурачатся и шалят. Мы сейчас хотим с тобой, Аня, поиграть в игру. Мы придумали два челленджа выдуманных и два реальных челленджа взяли из ТикТока, которые проходят там, и люди записывают на эту тему свои видео. Наша задача – угадать, где правда был челлендж, а где мы выдумали и обманулись. Посмотрим на экран и предполагаем, правда это или ложь. Итак, первый челлендж. Люди публикуют видео, где показывают в нескольких титрах, в чем их сила или суперсила их предмета. Это правда или нет? Я думаю, суперсила, да? Да, да. Они показывают свою суперсилу или суперсилу своего предмета, который у них есть? Я думаю, да, почему бы нет. Это действительно так? Челлендж проходит под хештегом суперсила. Внимание на экран, можем посмотреть, как он выглядит. Вот так вот парень без рук. Это парень? Да, это парень. Так, а здесь девушка что-то делает? А здесь девушка просто классно красит глаза, и это ее суперсила. Она умеет хорошо нарисовать и подвести глаза. Ну, нарисовать стрелки – это на самом деле умение. Да. Так, ну давайте дальше. И последнее, третье, да, было еще. Третье видео, где парень выбил страйк. Давай дальше. Второе видео – это люди публикуют видео, где едят корм вместе со своей собакой из одной миски. Я думаю, что для ТикТока… Ну, в принципе, ну, блин, не может быть «да, да и да». Это логика. Это логика. Это логика. Это логика. Я думаю, что для ТикТока это как-то не свойственно, а это вполне можно сделать. Да, это вполне можно сделать, мне кажется, это… Но не в духе нынешнего времени. Ну, так да или нет? Мы думаем, что нет. Вы думаете, что нет, и вы правы. Да, ура! Я не знаю такого челленджа, поэтому его нет. И третье, на видео люди готовят любимое блюдо и делают это в такт музыке. Я думаю, это реально. Для ТикТока. Да, это один из самых популярных челленджей. То есть мы угадали все. У него кулинаров, у людей, в принципе, да, это можно челлендж сейчас увидеть на экране. Ань, ну ты и тут выиграла. Мы тебе поздравляем с очередной победой. Спасибо большое. Ну, конечно же, мы тебя не отпустим без песни. Какую ты будешь исполнять? Я буду исполнять песню «Овен». Она моя самая… Это как-то связано с твоим знаком зодиака? Вы слышите в песне. Это был ноябрь, это ты с гитарой. В гороскопе сказали, что мы не будем парой. Это был ноябрь, поздняя осень. Гороскоп был прав. Мы должны быть врозь, но я слушаю комиссара. Ты фанатеешь от Хаски. Ты до сих пор живешь с мамой, а я стираю лаской. Но однажды совпарик нашей линии судит. И теперь мы вместе, как овчаркой будем. Как жаль, что встретились, так что разбился сервиз. Так что упал карниз, не говори, лучше заткнись. Пошлю тебя я точно, как российская почта. Она долго и далеко, и не найдет никто. Вы спросите, почему прогнать его хочу? Не нужно лишних слов, овны не для стрельцов. Ты спросишь, почему прогнать тебя я хочу? Гадаешь, глупы ли старты, а я гадаю на карту. Как жаль, что встретились. Так что разбился сервиз, так что упал карниз. Не говори, лучше заткнись. Пошлю тебя я точно, как российская почта. Она долго и далеко, и не найдет никто. Дело не только в том, что ты овен. Вот и закончился этот роман. Ты во всех проблемах виновен. По гороскопу ты овен и по жизни баран. Как жаль, что встретились. Так что разбился сервиз, так что упал карниз. Не говори, лучше заткнись. Пошлю тебя я точно, как российская почта. Она долго и далеко, и не найдет никто.